Приветствую вас, друзья! Настало время поговорить об ООП. Оружие огнестрельное, ограниченного поражения. Перед нами пистолет Phantom T калибра 11х22T. Интересен он в первую очередь тем, что выполнен по образу и подобию небезызвестного нарезного краткоствола Glock 17. Давайте же подробнее рассмотрим данный пистолет. По конструктиву сама рамка выполнена из полимера. Это ружейный пластик, он не боится никаких погодных изменений и повышения влажности. То есть это дело у нас нержавеет. Затвор выполнен из ЦАМа. Это сплав из трех элементов. Цинк, магний и алюминий. Современный подход. Магазин также здесь на 10 мест. Это максимально разрешенная емкость магазина на данный момент. Здесь присутствует также планка Picatinny. Сюда мы можем установить лазерный целеуказатель, либо подствольный фонарь. Остальные прицельные приспособы, целик и мушка, здесь не регулируются. То есть они здесь стационарные. По разборке оружие несложное. Отодвигаем данные элементы к спусковой скобе. Таким вот образом. Дальше возвращаем затвор и извлекаем. Здесь мы имеем доступ к стволу, возвратные пружины и направляющие. То есть для обслуживания пистолета ничего особенного здесь делать не нужно. Здесь мы получаем доступ уже к данному спусковому механизму также, а также к каналу ствола. Канал ствола имеет четыре преграждения. Но стоит сразу заметить, что эти преграждения не такие, скажем так, существенные, как в таких пистолетах, как МР-80 или МР-79 ижевского производства. То есть по энергетике, скорее всего, это будет порядка 90 джоулей. То есть боеприпас калибра 11х22Т будет отрабатывать свою мощность, скорее всего, на 100%. По сборке все то же самое. Возвращаем направляющую возвратной пружины, саму пружину и собираем. Пистолет собран. Стоит также заметить, что ударно-спусковой механизм здесь имеет два предохранителя. Первое. Для того, чтобы нам произвести выстрел, недостаточно просто нажать на спусковой крючок. Нужно обхватить рукоятку, чтобы вжать данную клавишу. И только тогда произойдет выстрел. Если же мы при досылании патрона в патроннике, например, просто нажимаем спусковой крючок, внутри происходит щелчок. Но курок, срываясь шептала, не достает до ударника. То есть выстрела при таком нажатии не произойдет. То есть это сделано, скажем так, для безопасности. То есть мы обхватываем оружие полностью, и только тогда может произойти выстрел. Все справки по телефону, а также на нашем официальном сайте armsline.ru Смотрите наши обзоры, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!